Никаких дублей и постановочных кадров, а живое документальное кино показало магданцам начинающий режиссер Юлия Балабанова. Показ прошел в библиотеке имени Александра Пушкина. На экране история колымского водителя, который потерял все в этой жизни после развала Советского Союза. Из миллионера меня сделали нищего. Понимаете? Денега уж без выходных работал, не в Сочи работал, на Колыме. В чем я не понимал, она меня подсказывала. Так что мы друг друга поняли. И все получилось как надо, правдиво, главное. Нужно ухватить какой-то важный момент в жизни, который может вообще больше никогда не повториться. Это мастерство и режиссера, и оператора, и всей съемочной команды. Также сложность документального кино состоит в том, чтобы наш герой доверился нам. С героем фильма Юлия познакомилась случайно. В тот момент искала идею для своей второй ленты. На съемки ушло около месяца. Авторская цель достигнута. Зритель проникся. Хочется помочь, поучаствовать как-то. Даже элементарно дровами, двор раскопать. Поучаствовать, помочь, облегчить. Показано в наше время, в наше время, в 18-е год, это жизнь в 30-е годы. Вот это вот. Частный дом, в таких условиях живет не только этот один человек. Есть люди, много таких живут людей, в таких условиях. Это недопустимо в наше время. Юлия Балабанова закончила высшую школу режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге. Ее новый фильм уже участвовал во всероссийском и международном фестивалях. В обоих получил призы. Широкой публике фильм будет доступен через два года. Что человеку нужно, если есть? Что такое счастье?